Это не тренировка и не экзамен, а один из этапов всероссийских соревнований. Задача найти закладку с наркотиком. Чуткий собачий нос лучше всяких глаз определяет подозрительный багаж. Именно с поиска на запахи и начинается тренировка самых важных сотрудников таможни – собак. Хотя для них соревнования – как обычный рабочий день. Немецкая овчарка по кличке Задира приехала со своим кинологом Ксенией из Внуково. Определить багаж запрещенными веществами для них не составляет труда. Здесь оценивается все – и скорость, и качество. За лишние сигналы хозяина снимаются очки. Натянул поводок – минус 5 баллов. Все зависит от тренировки, сноровки и опыта. Задира не раз занимала призовые места и сейчас испытание прошло на 100 баллов. В жизни ей приходится осматривать и большие рейсы по 8 тонн. Такие объемы – самое сложное задание для собаки. Подбодрить и не дать ей устать – задача хозяина. А подкупить животное можно только игрушкой. У нас разные игрушки, поэтому в детстве мы их разыгрываем, чтобы они хотели работать именно за игрушку. Это вознаграждение было для нее все. Если нет игрушки, то плохо. Как человек будет без зарплаты работать. Пища, как правило, успокаивает собаку, а игра, напротив, подбадривает и мотивирует. Не реагировать на сторонние запахи собак приучают с самого детства. Тогда животное может определить даже место, где человек принимал наркотик. Собака чувствует вообще любой резкий запах, любая вещь, неважно, человек – это живой предмет или не живой, даже тоже золото. Оно обладает своим специфическим запахом. Как собака использует на поиске руды, она тоже обладает специфическим запахом. Просто мы приучаем их искать именно те вещества и обозначать, которые нам нужны. Собаки не пропускают ни одной тренировки. Еще щенками они поддерживают форму и вырабатывают выносливость с помощью беговой дорожки. За стеной, как в аэропорту, лента с багажом. А рядом – имитация почтового отделения. На тренированные собаки находят закладку за считанные секунды. Три дня соревнований чемпионата. Девять команд, восемнадцать участников. Среди лучших представителей регионов определятся победители. Их ждут медали, дипломы и вкусные угощения для собак. Церемония открытия прошла на базе Центральной таможни Кинологического центра ФТС России в Щелковском районе. Сотязание проходит в три этапа. По номинациям – поиск наркотических средств в багаже, в грузовом автотранспорте, в помещении. А также отдельно оценивается общий курс дрессировки собак. Ваша победа, ваша сила, ваше достижение – это победа и сила всей нашей России. Вот с таким вас праздником. Для российских таможенных служб не играет ролик, какой породы собака. Здесь и лабрадоры, и спаниели. За 25 лет работы Кинологического центра ФТС России успешно прошли обучение более тысячи должностных лиц и около 850 служебных собак. Доверие к животным не пропадает до сих пор. Специалисты говорят, что никакие технические средства не заменят профессиональное чутье. Собака – это наиболее уникальный живой организм, который не просто нюхая, может быть, какую-то мельчайшую долю молекулы может уловить в облаке, и уже используя, так сказать, что-то знакомое, увидела, обнаружила, у нее вырабатывается заинтересованность, во-первых, то, что видит кинолог, да, и это наводит на дополнительные во время работы какие-то действия специалистов. А за всем этим стоит труд кинолога, напарника, друга. Им предстоит вместе служить и выполнять новые боевые задачи.